Хангодеры Таким образом, в образе персонифицированных этнонимов отразилось родственное отношение хангодеров и хатагойтов, двух монгольских племенных объединений, оказавшихся по две стороны русско-цинской границы в XVII веке. Ближайшими соседями хангодерских племен в Присаянском регионе оказались такие бурятские племена, как Хурхут, Терте, Шошелок, Хоэха, Шаранут, Талахэ и другие. Благодаря такому соседству и близости языка и культуры хангодеры быстро инкорпорировались в бурятский этнос. Но относительно недавний период слияния не позволил создать общебурятые, включающие хангодеры. К XIX веку хангодеры были расселены в Аларской и Тункинской степной думах, Закаменской управе и Акинском отдельном родовом управлении. В конце XIX века, согласно переписи 1897 года, половина хангодерского населения расселялась в Аларской степной думе, где составляло абсолютное большинство. Хангодеры составляли чуть больше половины населения Тункинской степной думы и около пятой части среди закаменских бурят. Однако, являясь крупнейшим племенным союзом региона, хангодеры стали этноконсолидирующим звеном присоянских бурят, включающих в свой состав не только хангодеров, Ашата, Тайбжен, Саган, Патархан, Шоранхан, Болды, Ашхэ, Шуртхэ, но и других бурятских племен, таких как Тэртэш, Шашалок, Хоэхэ, Хурхут, Сэрджелуд, Долонгут, Чаудар, Далаха и другие. В настоящее время хангодеры компактно расселены на территории Тункинского, Закаменского и Акинского районов Республики Бурятия, Аларского и Черемховского районов Иркутской области. Для этой группы племен был характерен костюм, условно названный хангодерским. Платье верхнее женское повседневное, 1926 год, Улус-Янгурбой, современный Закаменский район, сшит Аюшееве-Долмой. Ткань полушерстяная, ткань хлопчатобумажная, фурнитура металлическая, шитье машинное. Посмотрите на головной убор, шитье машинное, тоже очень красиво. Женщина племени хангодер, а вот воспроизвели вот ее головной убор, воспроизведен вот в этой реконструкции. Так, а посмотрите на шейное украшение. Бурятская СССР, Закаменский район, 1940-е годы. Собственно, вот такой костюм на ней и есть. Этот же костюм, практически, да, этот же костюм на ней и есть, на этой женщине. Амулетница. Вот вы можете близко рассмотреть эту ковку, это ювелирное изделие. Смотрите, сколько здесь сюжетов, путейских, слон. Какие-то и животные, и растительные мотивы, значения которых я не знаю. Амулетница, гу по-бурятски. Конец XIX века, Забайкальская область, серебро, медь, чеканка, гравировка. Подвеска накосно-нагрудная. Автор Тупшинов, 20-е годы. Бурят, Монгольская СССР, Закаменский раймак, Улус, Бургой. Серебро, коралл, малахит, пайка, чеканка, плетение. Вот, накосно-нагрудная. Косом прикрепляется. Фрагменты отделки, детали и платья. Вот машинная вышивка, машинный орнамент воспроизведен. Такой более геометричный. Головное женское украшение, Даруха. Конец XIX, начало XX века, Забайкальская область, Севенгинский уезд. Картон, металл, ткань, хб, коралл, шитье, ручное, сборка. Вот кораллы, металл. Накосные украшения, хантол, болты. Серебро, коралл, чеканка. Вот эти накосные украшения. Вот это, это. О, боже, как красиво. Убор головной, демисезонный. Шаба гормолгэ. Шелк, бархат, ткань хлопчатобумажная. Нить карусная, шерсть овечья, шитье, ручное и машинное. Или фрагмент отделки деталей. Комплект нарядного женского платья. Платье без рукавка, убор головной. Улус-Хадаха, балаганского уезда, Иркутской области. Сшит трубачеевая, ржаная, одушевая. Десятый год, еще и сот десятый. Чесуча, тесьма позументная. Ткань хлопчатобумажная, шитье машинное, ручное. И фрагменты отделки. Смотрите, тесьма позументная. Смотрите, как платье сделано. Вполне такое современное. С воротничком, стойкой и отложной воротничок на стоечке. Отделано тесьмой позументной, без рукавка. Платье отделано просто фиолетово. Обшлага, манжеты сделаны на пуговицах. По низу платье пришита кайма. По низу жилет, без рукавки пришита бахрома. С чем-то. Все с какими-то детальками. Вот платье. Комплект нарядного женского платья. Платье убор головной. Так, десятый год. Ну, та же Аржана Адушевна, трубачеева. Чесуча, тесьма позументная. Ткани хлопчатобумажные, машинное. Ручное шитье. Посмотрите, как сделан головной убор. Шелк, шитье золотное. На бархате позумент. Ткань хлопчатобумажной, шитье ручное. Опять-таки, собрано. Крест-накрест-тесьма здесь сделано. Собрано на такой пуговкой. Ну, пуговка, не пуговка. Такой диск нашит. Все это под... На беретик похоже. Так. Как отделана манжета. Здесь позумент по низу. Убор головной зимний мужской. Тридцатый год. Улус цаготой. Селингинского аймака. Бурятмонгольской АССР. Шелк китайский. Мех выдра. Мерлушка. Шерсть овечья. Нитки гарусные. Пуговица роговая. Пуговица сверху пришита. Здесь качественное вирже. Платье верхнее утепленное. Мужское. Хурхоты. 1978 год. Село Борте. Закаменского района. Бурятская АССР. Это такое еще новенькое. Свеженькое. Вельвет. Вата хлопковая. Шелк китайский узорчатый. Ткань хлопчатобумажная. Фурнитура металлическая. Шутилмашинная и ручная. Но уже сказывается дефицит. Хороших материалов в советское время. Сшитый из вельвета. Который, кстати, тоже не так свободно продавался. Так. Нож в ножны с огнивом. Ху-та-га-ху-та. Серебро. Сталь. Дерево. Кожа. Кость. Чеканка. Филигрань. Плетение. Очернение. Вот они красивые вещи. 19 век. Так, темнеет. Продолжение следует...